Считается, что именно отец должен объяснить сыну, что значит быть мужчиной. Не знаю. Считается также, что большинство мужчин раньше или позже становятся похожими на своих отцов. Надеюсь, это не так. Оба твоих деда – люди, слепленные из другого, чем я, теста, суровые и гордые, наделенные совсем другими талантами. Они умеют, например, оценить качество автомобиля, просто пнув ногой по крышку. Они за три секунды определят, стоит ли тот или иной новый гаджет своих денег, просто взвесив его на ладони. Они с середины 70-х не проиграли ни одного спора. Они и до этого, не то чтобы проигрывали, скорее признавали в минуту слабости, что другая сторона тоже отчасти права. Они не останавливаются спросить дорогу. Никому не обращаются за помощью, никогда не ругаются из-за денег. Только из-за принципов. Им не понять, с какой стати платить кому-то за работу, которую с тем же успехом ты способен сделать сам. А их сыновья не понимают, зачем мучиться самому, если можно нанять специалиста и не париться. Именно в этом заключается причина большей части конфликтов между нашими поколениями. Они просто-напросто другой породы. Они знают, что переноска – это уличный удлинитель. Их можно разбудить среди ночи, и они с точностью до десятых долей назовут процент невыплаченного остатка своего ипотечного займа. Что бы ты ни купил, они посмотрят на тебя с сожалением и поинтересуются, по чем ты платил. И хотя ты занизишь реальную цену на 20%, они воскликнут – 379 крон – тебя надули. Я знаю, где то же самое продается за. Всякий раз, когда ты приходишь к ним в гости, они требуют подробно доложить, как ты до них добирался. Если ты признаешься, что и на этот раз не воспользовался рекомендованным ими кратчайшим маршрутом, поскольку не испытываешь особого удовольствия от переезда через железную дорогу и имеешь все основания подозревать, что в туннелях водятся летучие мыши, они посмотрят на тебя так же, как в финале «Храброго сердца» Уильям Уоллес смотрит на предателя. Вот какой породы эти мужчины. Они могут с утра выйти во двор с пустыми руками, а к вечеру вернуться в дом с уже пристроенной верандой. Вернуться в дом, понимаешь? Единственное, что мне удалось сделать своими руками – это пройти ГТА-4. И то только потому, что я бессовестный читер. Оба твоих деда построили себе дома, когда еще не было Гугла. Представляешь масштабы? Это не люди. Это живые швейцарские армейские ножи. Они горды и суровы, и, возможно, не всегда говорят то, что нужно, там, где нужно. Потому что в то время, когда у них самих появились дети, тема отцовского отпуска по уходу за ребенком была, не сказать, чтобы самой актуальной. Да, иной раз они пасуют в споре о вещах, которые нельзя взвесить или пнуть ногой, но они добывали свой хлеб в поте лица. Они себя обеспечивали. Они умеют заполнять налоговую декларацию и могут починить микроволновку, и разбить палатку, и поменять масло в форде эскорт. Эти мужчины укращали природу, выживали на заре цивилизации, в глухомане. Они росли без вайфая, представляешь? Их детство — это почти глава из Робинзона Круза. Прикинь. Ты знаешь, что пивную бутылку можно открыть квартирным ключом? Я чуть ли не до двадцати лет верил, что этот трюк придумал мой папа. Впервые увидев, как тоже делает еще чей-то отец, я не подумал, «Черт, так это изобрел не мой папа». Я подумал, «Вау! Наш лайфхак пошел в народ». Не знаю, о ком это больше говорит, об отце или обо мне. Но в какой-то момент отец утратил свой безоговорочный авторитет. В какой-то момент наше поколение стало посматривать на его поколение сверху вниз. У нас есть масса знаний в неведомых им областях. И абонемент на Кроссфит, и бородка, подстриженная стилистом, и аккаунт в Фейсбуке. Но мы понятия не имеем, как настелить дощатый пол или к чему крепится привод распредвала. Нам ни в жизнь не построить веранду. Эволюция стремится сделать каждое новое поколение умнее, сильнее, проворнее предыдущего. Кое с какими вещами мое поколение управляется неплохо. С современными вещами. Ни один 30-летний не уступит 60-летнему ни в чем, что касается гаджетов, с тачскрином. Это будь уверен. И в многопользовательской Call of Duty мы сделаем их на раз. Но допустим, случится апокалипсис. Разразится Третья мировая война. Ядерные взрывы сметут с лица земли города и деревни. Много лет спустя уцелевшие ошметки человечества высунут нос из бомбоубежищ. Их взглядом откроется обращенная в пустыню планета. Что они станут делать? Искай среди выживших самых умных, надежных и рукастых, чтобы под их руководством возродить цивилизацию. К представителям моего поколения никто обращаться не станет. Хотя нет. Почему? Обратятся. Чтобы спросить, где наши отцы. Я не утверждаю, что знание моего поколения полностью обесценится. Чего нет, того нет. Но воспользоваться даже малой их частью нам удастся не раньше, чем наши отцы соорудят электрическую розетку. Вот и все. Имею в виду, это не так просто объяснить тебе, что значит быть мужчиной. Я постараюсь сделать, что смогу, попытаясь познакомить тебя с нашим невероятным настоящим, с его высокими технологиями, всемирной информационной сетью, демократическими революциями и достижениями медицины. Но я не смогу научить тебя и половине того, что умеют мужчины, понимающие, как мы к этому пришли. Их чувства ты принимаешь как нечто само собой разумеющееся. Тебе не кажется странным, что они шепчут тебе на ухо, что любят тебя. Но этому слову научил их ты. С твоим появлением они стали другими. Они стали лучше. Да и мы тоже. Вполне возможно, что мужчины поколения твоих дедов, наши родители, совершили пару ошибок, воспитывая нас. Но теперь они их исправляют тем, что компенсируют наши проколы и недостатки. В общем, научить тебя быть мужчиной непросто. Само это понятие меняется. Говорить об этом с другими взрослыми почти невозможно. Для общества, настаивающего на отсутствие гендерных различий, мы тратим несообразно много времени на то, чтобы досконально выяснить, в чем эти различия состоят. Попробуй тут не растеряться. Чувствуешь себя хуже, чем в соседнем супермаркете, когда они там в очередной раз все переставят. Или как в первом сезоне сериала «Остаться в живых», когда появляется белый медведь, и все герои хором ахают. Ой, что это? Я знаю. Мне только предстоит понять, что такое угнетение и сегрегация. Я учусь этому каждый день. Потому что я белый, гетеросексуальный, западноевропейский мужчина, образованный и имеющий работу. Во всей вселенной нет организма, меньше знакомого с угнетением и сегрегацией. Но, надеюсь, ты будешь разбираться в этом лучше. Ты никогда не спутаешь борьбу за равноправие с войной между полами. Никогда не поверишь, что женщина не заслуживает тех же прав или свобод, какими пользуешься ты, или равной зарплаты за такую же работу. Но тебе не придет в голову, что раз она всего этого заслуживает, дверь перед ней придерживать не надо. Что равенство исключает джентльменство. Поскольку оба твоих деда объяснят тебе, что это чушь собачья. Можно что угодно говорить о мужчинах поколения твоих дедов, но у них не было бы времени научиться всему на свете, если бы все остальное не взяли на себя женщины. А я сделал все, что смог, чтобы научить тебя не бояться сильных женщин. Я женился на самой сильной из всех, которые мне встретились. Мир постоянно будет внушать тебе, что человеческие качества, таланты или черты характера делятся на мужские и женские. Что тут сказать? В единоборстве я твою маму, пожалуй, победил бы. Только это не будет схватка медведя с гориллой. Это будет бой гориллы с коалой. Но на шестидесятиметровке она меня обойдет. Она гораздо остроумнее, чем я. И я с легкостью назову сотню человек, которые, не задумываясь, впишутся за любое ее начинание. А у меня даже в Твиттере подписчиков кот наплакал. Есть о чем задуматься. Что до хитрости, то тут трудно судить. Она умнее меня, это всем известно. Но, с другой стороны, я все-таки убедил ее выйти за меня замуж. Значит, одно очко в мою пользу. Я вижу, ты уже понял. Твоя способность заставлять ее смеяться дает тебе немалые шансы избежать ответственности за то, что ты устраиваешь мне. Держись за этот талант. С ним ты далеко пойдешь. Меня, например, он вон куда привел. Когда твоя мама смеется. Господи, я никогда не чувствовал себя мужчиной больше, чем в такие минуты. В общем, это непросто объяснить, что значит быть мужчиной. Для разных людей это означает разное. И с разными людьми. Подросткам я часто слышал, не отступай, ты же мужик. И только когда мне было уже хорошо за двадцать, я понял, что настоящий мужик может и отступить, и промолчать, и, если что, признать свою неправоту. Никогда не обзывай на спортивной площадке того, кто кажется тебе слабаком, бабой. Однажды тебе придется держать за руку женщину, когда она рожает ребенка, и тебе станет стыдно, как никогда в жизни. Не слушай тех, кто уверяет, будто мужественность определяется сексуальной ориентацией. Если ты и правда хочешь понять, что такое быть мужчиной, спроси Гаррета Томаса, который встал посреди раздевалки и перед всей своей сборной у Эльса по регби «Объявил, что он гей. Возможно, я не так много знаю о мире, но я знаю, что в той раздевалке не было человека мужественнее, чем он. Я хочу, чтобы ты понимал. Ты можешь стать кем захочешь, но это совсем не так важно, как помнить другое. Ты имеешь право стать тем, кто ты есть. Надеюсь, что я всего лишь бета-версия, что ты станешь в большей степени мужчиной, чем я. А главное, в большей степени, человеком. Я не могу научить тебя быть мужчиной. Это тебе придется учить меня. Другого пути нет. Говорят, что рано или поздно каждый мужчина становится похож на своего отца. Надеюсь, что это не так. Надеюсь, что ты станешь намного лучше. Что ты по-прежнему будешь с веселым смехом бежать к калитке, и когда твой дед придет забирать тебя из сада. Что ты никогда не перестанешь смешить другого деда, и от его хохота будут ходить ходуном стены. Потому что единственное, что можно дать мужчинам, у которых все есть, это еще один шанс. И этот шанс даешь им ты. Каждый день. Оба они суровые и гордые. Со своими минусами и недостатками. Но лучшему из того, что делают настоящие мужчины, я научился у них. Они и сами стали другими, когда появился ты. Они стали лучше. Как и мы. Субтитры создавал DimaTorzok